По итогам трех фестивальных дней состоялся голоконцерт с участием лауреатов, дипломатов и обладателей гран-при. Статуэтки Ники, так как в этом году фестиваль был посвящен музыке и песням российского кино, вручал партнер фестиваля, депутат Госдумы Сергей Миронов. Партия «Справедливая Россия» уже третий год оказывает поддержку в развитии творческой молодежи. Это одно из направлений деятельности партии, которая, кстати, также готовится к предстоящим выборам. Штаб у нас работает по выборам еще с 1 октября прошлого года. Центр защиты проградан открыли в 61 субъекте федерации, откроем еще 15. В настоящее время партия «Справедливая Россия» на территории Сочи пока себя не проявляла и широкому населению практически неизвестно. Так же, как и проекты, которые она воплощает. Что касается внутренней дисциплины партии, то на прошлогодних выборах кандидат Андрей Руденко набрал всего 3% голосов, и партия попыталась поставить под сомнение результаты выборов, но потерпела фиаско. Как заверил Сергей Миронов, такого больше не повторится. Тогда были фокусы, нужно называть вещи своими нами. Потому что у нас были просто доказательства на руках, как на ровном месте, просто была нарисована явка. Поэтому таких вещей больше делать, я думаю, что никто не будет. Потому что, как правильно говорит администратор президента, кто будет нарушать закон, тот пойдет в тюрьму. Сейчас все партии активно готовятся к выборам. И избирателям, безусловно, важно знать реальную работу кандидатов и реализуемые партией программы.